Ну что, наконец-то мы дождались Киберпанк 2077 Хорошо, что он вышел в 2021 году А не в 1977 А то бы реально бонус старел, но не суть То есть перед нами издание Steelbook Вместе с книгой комиксов В твердом приплете Но на самом деле здесь еще скрываются Очень классные плюшки Которые сейчас... Давайте смотреть Сразу хочу сказать, что я в него Уже начал играть, поэтому Самой упаковки нет Так даже проще Так, смотрим Сначала у нас Располагается просто обычный диск Для Apple Station 4 Идет в картонные коробки Давайте откроем Здесь идет два диска Дальше Идут дополнительные буклеты В которых написано, что Подробностей о бесплатных DLC Никаких кодов здесь нет Идут наклейки И информация, допустим, о загружаемых материалах То есть когда вы зайдете на сайт Киберпанк.нет Слэш Гудис У вас в игре активируются Некие элементы То есть в виде костюмов И, по-моему, оружия Давайте сразу это уберем Так, дальше у нас идет Карта Самого города Най-Сити Которая Используется, конечно же, в игре Вот в таком виде Так, ну, открытки Три штуки Такие Для коллекционщиков Далее идет у нас справочные Миле-игры Киберпанк То есть всего я особо писать не буду Здесь просто информация о том, что было до этих событий Что сейчас во время Ну, такое вот описание Как бы без элементов управления Элементы управления Можно будет посмотреть в самой игре В меню, как обычно Потом идет вот этот вот Собственный комик-бук То есть он не особо толстый Но, наверное, для фанатов игры Может быть, будет интересно И самое главное, ради чего покупается это издание Это, конечно же, вот этот стил-бук Металлический кейс То есть внутри там тоже Под два диска То есть вы можете, по сути Из пластиковой коробки Поставить сюда ваши два диска И радоваться жизненно Я считаю, что В чем уникальность этого издания То, что вы, допустим, вот в этой коробке Вот классная идея только что пришла в голову Вы можете хранить Ключи от вашей криптовалюты Ну, или там что-то такое, да То есть, мне кажется, будет очень стильно То есть вот эти вот элементы Которые здесь, так сказать, выделяются Да, вот там из золотого цвета Или там, допустим, на некоторых изданиях серебряного То идет приливание на солнце То есть я считаю, что это вообще круто А так самое главное, что хочется сказать Про игру Киберпанк То есть я ее уже опробовал И после патча она играется, в принципе, неплохо На PlayStation патч 1.21 на сегодняшний день Вот При начале игры вы можете выбирать За какую историю вы будете, ну, собственно, играть Либо за кочевника, либо за Дитя улиц Либо корпората То есть, например, начиная на PlayStation 4 Вы можете выбрать, допустим, кочевника И пока вы его играете Возможно, у вас получится уже купить PlayStation 5 И продержи Red Они обещают, что Выпустят патч Для PlayStation 5 Потому что версия сейчас для PlayStation 5 Которая там есть На самом деле это версия для PlayStation 4 Pro А именно для пятой Они еще не обновились Ну, то есть, пока вы проходите за Одну историю персонажа Повторяю, их там три То к тому моменту Вы уже на пятую, допустим, сможете Пройти За другого И с учетом цены в Эльдорадо И то, что вот это вот издание То есть, вообще всего в России существует Четыре данных издания То есть, непосредственно в Эльдорадо Продается издание, где Steelbook идет С металлическим футляром Мальстрем В других там другие Ну, другие три типа Издания То есть, отличаются только металлическим кейсом Но у Эльдорадо была Самая вкусная цена Плюс на то, что там они щедро дарят баллы Можно их использовать Поэтому спасибо им за такую возможность И игру дико советую Да, у меня есть определенные недоработки Но они не такие критичные, как было в начале игры Вот, поэтому Оно довольно-таки богатое И, ну, реально туда напихали вот по максимуму Чтобы оно окупилось Там у Эльдорадо была самая вкусная цена И быстрая доставка Спасибо, игру дико советую